Вернемся к деньгам. Делаешь ли ты похожее? То есть, есть ли у тебя в голове, что если тебе платят деньги, ты должна взять все проблемы, сука, клиента на себя, получается? Да. Даже проект создаю, когда, знаешь, иду про экспертов и творчество, а хочется взять все проблемы человека. Типа, а как у тебя с семьей? А как у тебя с этим? Меня, типа, все волнует. Вот тебе ответ. Очень быстро разобрали. Ну, потому что я уже опизделялась. В твоем поле. Это уже работает. У меня уже энергетика снастроена. Да, смотри, Ян. Проблема какая? Ну, точку роста, давай-то скажем. Для психики, на самом деле, похер, что происходит. Ты хочешь остров, носки купить. Ну, то есть, это мозг нас уже накидывает, какие-то приколы, да? Какие-то вот эти, как сказать, описания объектов. И вот, представь, вот твоя психика, она пережила сильные моменты, там, в детстве, в прошлом, да, кризисные, да. И когда ты говоришь, слушай, психика дорогая, а давай сейчас возьмем троих людей, чьи проблемы мы на себя взвалим. Психика, нахер надо, блядь. Нахер надо. А исходя из этого, нахер надо, ты и не продаешь, и не получается, потому что это уже как следствие. То есть, ты даешь команду мозгу, нахер надо. А это, нахер надо, потом просто реализовывается. Макс, а как вот у тебя получается, смотри, вот ты же тоже, допустим, все равно, ну, то есть, у тебя прокачана психология, я знаю, что там у тебя библиотека дома, ты супермаркетолог топ-100, и ты еще суперинтуитивный психолог в том числе, то есть, да, помимо книг, которых ты начитался. И вот у тебя получается это сочетать, просто вот у меня приходит человек, я вижу, просто вот ясновидение у меня хорошо развито, я вижу в поле, куда ему идти, как ему через творчество реализовать его экспертность, очень круто, но я понимаю, что здесь проблема с мужем мешает. Вот, и в любом случае лезешь в личное, и вот без этого никак, ты же тоже разбираешь личное, но вот я тогда немножко вот не понимаю, как вот, если вот, да, не лезешь. Я понял, вопрос в формате работы, смотри, отвечаю, причем я тоже с этим сталкивался, с этими проблемами, то есть, вот это вот ограничение, знаешь, типа, как разграничить, значит, мой ответ в следующем, опять же, вот мы на программе, которую я буду вам презентовать в конце нашего эфира, я как раз, у меня там несколько тем про форматы консалтинга. И когда ты договариваешься с клиентом об личной работе, и ты выгружаешь из него, собственно, его проблемы, что он хочет, ты ему обозначаешь, если вы меня хотите просто как маркетолога, это стоит вот столько, если вы хотите меня как ментора, коуча, наставника, это стоит вот столько, но я вот полезу еще вот сюда, вы готовы к этому? Вы готовы? Вы хотите это? Если да, 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 готовы, вот, держи деньги, все, поехали, лезь, пожалуйста, в маму, в папу, в бабушку, куда хочешь лезь. Ну, если человек сказал, слушай, Макс, ты, конечно, классный, ну, давай ты мне просто там, не знаю, там, месяц там в маркетинге поможешь, да, пожалуйста, господи, ну, типа, то есть я в разных ипостасях могу человеку помочь, в зависимости от его запроса. И если я, например, а я много чего вижу, знаешь, вот я хожу, не знаю, по улице, не знаю, я вот, я быстро людей считываю, вот я там был на тренинге недавно, Полина Большаковой, ко мне куча женщин подошло, вот, я говорю, Макс, там, что там, куда там, разбери, там, помоги, я просто молча, блядь, сидел, черешину, блядь, ел, понимаешь? И, понимаешь, я могу их разъебать вот так вот просто, понимаешь, ну, кому это надо? Секунду. Кому это надо, вот им это не поможет, понимаешь? Я поэтому аккуратно им говорю, слушайте, там, да, там, вот, хочешь, нужен запрос, и импульс в виде денег, заплаченных мне на счет, вот это готовность твоя, вот эти твои, я хочу, я могу, там, я приду, я это, херня полная, вот как только ты мне деньги положишь на счет, ты скажешь, я готова, вот тогда я буду с тобой работать. Сейчас это просто игра, игра в виде, Макс, удиви меня, как макака, знаешь, в зоопарке, там, давай мне, там, блядь, скажи, что я не ожидаю, да, там, покажи мне магию. Подари мне внимание. Да, да, или вот это, да, нахер мне эти игры нужны, не нужны, понимаешь? Поэтому, собственно, ответ какой? Формат. Просто выбери для себя, прежде всего, тот формат, который тебе окей. Если ты понимаешь, что у тебя есть ясновидение, там, интуиция, чуйка, да заебись. Просто ты это распакуй и покажи людям именно как продукты, скажи, что я не просто маркетолог, знаете, я, там, распакую у вас, там, я, там, сессию с вами приду по психологии, там, у вас какие-то затыки уберу личностные, да, и вот это все стоит, не знаю, там, миллионы рублей, и вы готовы, хотите, окей, поехали. А когда ты себе, прежде всего, врешь, когда ты, например, такая, типа, я маркетолог, давай, блядь. Я маркетолог. Я понимаю, вот, я же просто через это проходил, понимаешь, вот я заходил как маркетолог в проекты, а потом давай коучить клиентов. Психологии, да, психологии. Да, клиентам нахер это, и ученикам тоже, ученики такие, блядь, Макс, мы пришли на стратегический маркетинг, что ты, ну, тут валиваешь, и именно поэтому я новую программу создаю, потому что я понял, что, ну, я не могу это с себя спрятать, ну, и при этом я знаю, что это важно. А были ученики такие, приходят такие, Макс, нахуй нам это надо, расскажи нам про маркетинг, там, про, блядь, этот, классификацию клиентов, там, про вот это, ну, мне это неинтересно, я могу про это рассказать, мне это неинтересно, мне интересно людей до результата доводить, понимаешь? И, собственно, когда я это осознал, у меня конфликт ушел внутренний, то есть у меня сметчилось то, что я хочу продавать, то, что я продаю и что нужно людям. И когда вот эти три момента складываются, тогда ты счастлива, а когда ты сама себе врешь, ты играешь в игру с собой и с клиентами, то есть типа я вот такая, на самом деле я другая, но я вот такая, чтобы продать тебе сейчас, но потом я буду другой, клиент охуевает такой, типа, а я какой-то должен быть рядом с тобой, я же заходил в таком формате, теперь я в таком формате, и вот эта вот мишура, понимаешь, она приводит к чему? К проблемам с твоей стороны и со стороны клиента. А когда есть четкое понимание, еще проще скажу, вот когда женщина идет в коммуникации с мужиком, она должна быть понятной, то есть она должна быть прозрачной для женщины и для мужика. Если женщина начинает крутить мужиком, то это манипуляция, она ни к чему никогда хорошему не приводит. То же самое мужик четко должен свои намерения обозначать по поводу женщины. Либо мы спим сегодня только секс, либо я хочу с тобой семью сделать. И тогда женщина понимает, какой ей быть рядом с ним. Либо там игривой кошечкой на день, там на сутки, в ночью там с ним там сексом посекситься, там уйти, либо, ну типа семью строить, понимаешь. И клиент тоже не понимает, каким ему нужно быть рядом с тобой, чтобы ты ему помогла. И так как ты сама не утвердилась в своем продукте, то ты и транслируешь вот эту неуверенность. И клиент не понимает, ты кто. Тебя рядом с кем положить, хочется спросить, да? Типа с психологом, с маркетологом, с коучем. Ты кто? Ты какая? То есть резюме. Первое – это убрать вот эту историю навешивания всех проблем клиента на себя, если тебе за это не заплатили. Второе – это четкое ограничение формата работы. Вот как только ты эти две проблемы решишь, тебе пойдут нужные клиенты за тот чек, который ты хочешь, и они будут получать тот результат, который ты им обещала. Пока вот этой уверенности, стабильности, вот этого конфликта не убрать, они есть, да? Вот это тебя мотает, понимаешь? Принято, поняла, да, согласна. Супер, благодарю, Макс. Так, who's next?